Приветствую вас, трейсеры, окрушники, фрираймеры. Маме привет, Лан. Я должен был давно начать делать обучалки для вас, но я не снимал их, потому что я ленивая задница. И я должен был снять обучалку на корк, но я не буду снимать обучалку на корк. Я сниму обучалку на контрпереднее, потому что мне говорят, что у меня очень хорошая контрпередняя. Итак, как делать контрпереднее с турника? Многие задаются вопросом, как? Как же делать контрпереднее с турника? С курника, как это сказать? Объясню, как лично я делаю. Во-первых, я очень слабо раскачиваюсь. Вот такая вот. Больше я не раскачиваю. Почему? Потому что у меня хороший хлест. Вот этот хлест, он меня разгоняет. То есть мне, в принципе, нет смысла сильно раскачиваться. Поначалу, конечно, нам будет страшно делать вот этот хлест, потому что вам непривычно вообще висеть на турнике даже. Вы же только начали делать трюки на турнике. Вы же школьник, который хочет уже не делать переднее сальто, а делать переднее с турниками. То есть это намек такой, что нужно уметь хорошее переднее делать. Поначалу мы должны делать вот так вот. Отойдите туда. Потихонечку понимать вот этот самый хлест. Делать все такие движения, чтобы нас оттуда выгоняло. После того, как вам стало более-менее удобно делать этот трюк, после того, как ваши руки подъявились, нам нужно их опустить одновременно с упором рук назад. Удавайте. Чтобы вас закручивало ваше сиденье. То есть ударьте. Что? Упор рук назад? Вика меня подкорректировала. И это не упор рук назад, а толчок руками вперед с турника. После того, как вы это сделали, пытайтесь закрутиться в кувырок. Найдите какое-нибудь мягенькое место, хотя бы песочек, я не знаю. Поставьте грузии сбоку, чтобы они вас держали за задницу, перекручивали вас там, не знаю. Первые попытки примерно будут выглядеть вот так вот. То есть вот вы чуть-чуть раскачались. Если вам более-менее стало привычно все это делать, вам нужно запомнить одну вещь. Это инерционное разгоняющее движение ногами. Оно очень важно. То есть недостаточно просто как-то махнуть ногами, и вас закрутят. Плечи тоже самое. Вам нужно это сделать, все, намного речи. Соответственно, когда ногами машем низ, мы должны чуть-чуть прогнуться. Руками тоже самое. Мы руками отталкиваемся от турника и пытаемся тоже чуть-чуть загнуться. Получается, как бы прогиб в начале. После того, как мы махнули ногами вниз, мы пытаемся плечами очень быстро доглянуть ноги. И только тогда у нас получится нормально передний. Если вы все будете делать медленно, у вас не получится. После того, как вы сделали хлест, направляйте ноги ровно наверх. Так вы наберете максимальную высоту. Ну вот, примерно вот так вот делает моя девушка. Это первая ее попытка. За пять секунд научил. За пять. Но это та самая попытка, которую вы можете сделать, не соблюдая то, что я вам сказал. Делайте, как я сказал, будет нормально. С вами был, Билл, был Евгений Серегин. Участник команды ПКФР Крю. Стинф Крю, да. Которую никто не знает. Ну ладно. Всем пока, Вик. Передай пока. Передай пока. Просто вот так вот. Учитесь, развивайтесь, будьте сильными. Я надеюсь, что я вам помог. Если что, задавайте мне вопросы в личку, в комментарии под видосом. Не будьте как Вика. Если я что-то забыл, в общем, да, я вам объясняю так. И не надо быть как Вика. И не надо быть как Вика, да. Вика сделала плохо.